не нужны девушка, давайте есть вопросы вопросы задали я вам просто расстройщики знакомы с последним становлением главной республики Михаил Васильевича Невнатьевна о том, что он субболный я прямо восстановил Егор даже сказал за запретие расстройщики и он на главу обоставил контроль жителей вы знакомы с этим? нет конечно они что хотят, то и делают я понял, что вы не знакомы и второй вопрос о СНИПах есть нормы озеленения на жителей района в Санкт-Петербурге 18 метров в Москве 25 метров среднестатистичных учитывая, что Шанхай сейчас достроился китайским районам жителей не выдерживается норма озеленения зоны партии высотов, которые вы хотите сейчас погубить это 96% озеленения мы сейчас хотите их превратить в ноль дальше мы не будем проходить по нормам на человека то есть то, что вам три года назад подписали незаконно сердце измучено у каждого жителя и если три года это прокат, то сейчас это не прокат сейчас тут уголовные дела и так далее еще хорошо бы выйдет вопрос как вам три года назад выбили вообще этот участок именно выделили зону озеленения кухня это зона партнера это неважно а в том, что знакомы ли вы со стихами нормах на число одного жителя под ответом что это не знакомо есть на все земельные участки нормы эти все эти это вы при планировании генплана город должен учитывать эти нормы мы раньше не учитывали правители не учитывали а сейчас начнут учитывать Михаил Васильевич Илья четко сказал и мнение жителей не учитывали ничего не учитывали они что хотят то и делают залезли в обор наш подождите подождите пока они еще ничего не делают сегодня речь идет о переводе с одной зоны другую не надо не надо смотреть где там мы приезжали мы вас услышали и прошу представляться вы тоже выступили чтобы в протоколе были отражены господи, отразите, мы против отразим не беспокойтесь не, самое главное я лично читал он против еще вопросы есть решим решим все оспорим у нас практика есть прошу писать дальше есть желающие выступить по этой программе все уже выступили понятно тогда переходим к следующему вопросу нашего парня хорошо, давайте поскольку скорее всего три года назад халатно все это делалось я так мягко скажу не буду сейчас никого обвинять но пропустили хорошо, сейчас возник этот вопрос что парк отдали незаконно под какую-то аренду который не профильный но я хотел рассказать вам об этом парке этот парк основан является обрагом и местом захоронения жителей улицы которая пролегала вдоль железной дороги она называлась Янки Купалка она протекала от дома печати до мяса 12-го проезда жители этого всего населенного пункта хоронили в этом обраге где написано ЭТВА в этой зоне я лично присутствовал на этом кладбище ходил в эту школу и район непростой дело в том что Чебоксары город Побратинг с венгерским городом Тегер и поэтому у нас именно при развитии нововестного района улицы Игерской и Хигерской это хорошее место вот это пересечение улицы Игерской и Хигерской в Венгрии у нас почему-то нет памятника посвященного венгерским каким-то вот сильным символом например я открыл в интернете лучшие вообще венгры это Ферензис музыкант это изобретатель Кубик Рубика в 1974 году который был изобрел и перчик ну то есть три символа венгрии которые вот этот парк просится конечно просится на озеленение просто на красивое озеленение на создание пруда потому что там есть источник воды создание санейк бульваров и так далее в том числе может быть для того чтобы а вот теперь мы поговорим о туризме я считаю к нам в Чапоксарах можно завести чемпионаты по например если будет поддержана идея пусть будет другая идея ну и одну из них например Эрнер в 74-м году хиверский в 74-м году осваивается он всемирный то есть в этой игрушке находится это самое продавание игрушек монет то есть это доказано почему у нас будет чемпионаты по ну переносить того же эрнер рубика если например скамейки будут выполнены в виде кубиков они хорошо ассоциируются с торговым театром Матагазра он у нас цветной и желто-зеленый почему бы не сделать палитру и озеленить для жителей порадовать ну я пример это заведет нас на международный уровень уже такой известный сделок мало в мире памятник кубику рубика соответственно он всегда будет прейтингом то есть топ-10 российские достопримечательности это поможет завести чемпионаты мировые ну или там российские скоростную сборку кубика рубика это международное соревнование и в том числе пригласить самого гения это первый восточный европейский миллионер Эрна Рубика который рожден в 1944 году 74 года и пока не поздно был хороший шанс просто у нас в Генгрии нет ни одного памятника но мы город побратим в Генгрии и не хотелось потерять эти связи то есть это полезное общественное дело которое необходимо было есть а торговый центр конечно же не нужен надо развивать я понимаю что между Чебоксарами и Чебоксарскими дорогу там где очень красиво я угадаю вам архитекторам очень красивое марбасадское шоссе получается вот эти торговые центра грамотно построены автосалоны грамотно построены наверное торговый центр и все туда чтобы не конфликтовать с автовиками там и так далее ну не место им здесь потом девятнадцатая и тридцать шестая школа которая находится это не простые школы они сделаны по венгерскому проекту у них большая степень остекления вот эти две школы это венгерская школа опять мы это не тянем в будущее не поддерживаем и жители и новоежного района в Детрёвый бок так называемый они все свое детство провели ну вот в этой в этом парке можно назвать его аврагом можно назвать его парком но каждый из этих жителей свое детство на ледянке на салазках начинали в этом авраге то есть плюнуть им в душу наверное будет неправильно в торговом центре ну не место засорения там будут появится проблемы с транспортом ну очень много в новоежном районе перегружат по торговым центрам это Шупашкар это Модекасгар я только крупных торкодилов называю положительных торкодилов в смысле крупных МТВ центр это я только вот крупный перенасыщенный кинотеатров там много перенасыщен торговым центром я думаю что что-то полезное связано с миром именно со всемирной известностью да было бы здорово сделать в этом парке очень хорошее место потом маленькие пруди например если посвятить фернсу листу ну если я не так я почему взял обе пруди потому что хорошо с Мадагасгаром просто гармонируют ну гармонизация простая он немножко ярковатый для микроема но хочется еще что-то яркого напротив у него чтобы уравновесить эту яркость фернс лист в том числе например речушка у нее мостики почему бы эти мостики или скамейки те же не сделать или клавиш черный диалог ну например посвятить этот парк фернсу листу музыки ну чем-то глобальным масштабным но памятник Кубик Рубик у нас неизбежно уже как в Чебоксаре какой-то интернет ну по умолчанию потому что памятник Кубик Рубик находится в парке Диснея в США то есть это самое продаваемое лучшую планету но она продаваемая Подмоговская и это самая известная вот что я хотел сказать молодец 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 так можно можно есть есть так ага одну секунду ага я уже представлялся Шакеев Юрий я юрист мы как раз жительница восьмого дома озвучила ситуацию я хочу добавить именно юридическую оценку будущих каких-то разрешений строительства и так далее оспаривании договоров аренды все это будет я им тут они здесь рядом стояли я им сразу говорю вам лучше не лезть сюда лучше не лезть мы все будем оспаривать и решение депутатского корпуса городского собрания будущее разрешение строительства распоряжение в части земельного участка договоров аренды мы не остановимся вот мы сидели в этом зале это было в сентябре господин уважаемый черкесов глава города все ему хлопали он тоже так же сказал как и господин Игнатьев мы против точной застройки весь зал ему хлопал вот пусть они он как руководитель депутатского корпуса и и Спасибо.